Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня мы с вами будем готовить салат с таким названием необычным – «Снежные сугробы». Значит, как всегда, я беру свою любимую, свой любимый контейнер. Хотела сказать, плошечку, но, может быть, вы скажете, это неправильно. Вот контейнер. Очень люблю из-за того, что есть крышечка. Закрыл салатик и убрал в холодильник. И никакие запахи лишние из холодильника он не берет. Значит так, наши снежные сугробы из чего состоят? Состоят из мяса. Значит, как всегда я говорю, в принципе, нет такого, что нужно вот так, так и так. Какие-то точные формулировки по жизни. Можно сделать какие-то изменения. Может быть, здесь и говядина, и курятина, и свинина. У меня в данном случае свинина. Картошка, яйцо, чесночок. Салат очень легкий. Прежде всего, нам нужно будет сделать соус. Но, как сказать, соус, по принципу, это просто майонез с чесноком. Майонез тоже беру два разных вида. Вот такой, такой, потому что тоже все не принципиально. Здесь у меня осталось чуть-чуть. И я, как хорошая хозяйка, естественно, не буду наставлять и выбрасывать еще один майонез, второй майонез. Чтобы у меня весь холодильник был забит одним пузыречком, вторым пузыречком полупустым. Зачем мне это нужно? Правильно? Мы сейчас смешаем и, может быть, по факту даже получим и интересней, и вкусней продукт. Так вот. Я вам уже показывала, как я люблю экономненько собирать весь майонезик. Вот так. Ну, чуть-чуть еще остатки. Так. Вот такое количество у меня майонезика. Но, примерно, вы знаете, я точно не могу сказать, какое мне будет нужно количество. Поэтому я сделаю этого соуса как получится. А если останется он, то, в принципе, его всегда можно использовать для каких-нибудь других блюд. Просто поставлю свою пиалочку в холодильник, затяну пленочкой. И можно будет использовать при какой-то другой готовке. Так. Натираем чесночок. Чеснокодавилки у меня нет. Я либо сама режу мелко, либо использую терку. Вот. И сколько лет я уже на кухне обошлась и без чесночной давинки. Так. Так. Чесночок кладем сюда. Взяла я два таких зубчика чесночка достойных. Вот. Чтобы, как сказать, соус наш был такой хорошо остренький. Я уже вам говорила, что в моей семье мы любим такую еду, достаточно остренькую. Так. Вот так. Теперь убираем в стороночку. И сейчас соусницы тоже у меня нет. Но я не считаю это как-то зазорным. Я спокойно использую пиалу. И все размешиваем. Вот. Ряба оливковая. Это такой майонез желтый-желтый. Он прям, конечно, придал сразу цвет. Сразу придал. Вот такая красотень у нас с вами получилась. Так. Чесночинку уронили. Ничего. Подобрали. Стол чистый. Так. Теперь мы нарезаем мяско. Вот такое у меня мяско. Значит, я его вчера с вечера мясо отварила. Вот. И сегодня готовлю. Варила, значит, для... Чтобы вкус был побольше, добавила луквицы. Целые луквицы. Вот. И лаврушечку. Ну, соль, естественно. Чтобы мясо было помягче, соответственно, от лука. И повкуснее, сам, поароматнее мясо, чтобы было. Вот. Ну, и как экономная хозяйка, как вы думаете, я вот это вот мясо отварила и вылила бульон? Нет, естественно. Я бульон не вылила. А на нем сегодня сварила прекрасно пельмени. И получились очень вкусные пельмени с бульоном. Так, ну, в общем, смысл нам понятен. Я дорезаю сейчас мясо и покажу вам следующий этап. Это у нас первый слой будет мясо. Так, вы знаете, сейчас начала делать салат. И у меня, как я говорю, то, что я считаю, что точных рецептов нет, ко мне пришла в голову такая мысль. В общем, салат вообще по факту должен быть как мясо, картошка и потом яйца. И все смазывается вот этим соусом. Но мне сейчас пришла такая идея. Если все заложить мясо одним слоем и смазать вот этим соусом, он получится сухим. И я решила сделать не трехслойный, а шестислойный. То есть, истратить не все мясо. Сейчас сделаю мясо, картошка, яйцо и сделаю все опять еще тот же вариант. Вот. Потому что сейчас прямо подумала, я говорю, нету, нету. Так дело не пойдет. Это будет сухо, сухо очень. Свинина так не пропит... Да любое мясо, в принципе, не пропитается. Так что вот так вот смазываем майонезом сюда. Майонезик у нас пойдет побольше на мяско. Потому что мясо впитает у нас, я так думаю, хорошо майонеза. Два кусочка. Вот у меня было мясо. Один потоньше я изрезал тот. И вот еще, ну, практически половинку. Практически половинку. Вы знаете, возможно, соуса даже и не хватит. Придется подделывать. Так вот. Ну, это все, как сказать, в процессе будет видно. Уже такой аромат пошел вот этого чесночка вообще. Уже даже можно просто вот это мясо и майонезик с чесночком. И муж скажет, да не нужен мне никакой салат. Выдумываешь, ты здесь еще что-то режешь. Все достаточно. Так, это вот у нас выходит с вами первый такой слой. И теперь нарезаем картошечку. Почему я делаю картошку не через терку? Я через терку картошку не люблю. Ни в окрошку. Когда-то в самом первом, как сказать, вот только когда начала готовить, я делала через терку. Но она, картошка, настолько крахмалистая. И вот это вот через терку получается вот этот вот такой вот, эти слоятки такие кишмишевские. Мне как-то они невкусные, неприятные. В магазинных вот салатах в большинстве случаев картошка натертая. Но я лучше побольше истрачу времени. Но сделаю так, чтобы было вкусней и интересней. Четыреечка вот здесь вот я точно использую. А картошин я сколько сварила, просто сколько рука взяла. Тоже не принципиально. Сами как кто любите. Хотите картошки побольше, хотите поменьше. Уже знаете, хозяйки, кто в вашей семье, что и как больше любит. Но этот салат, я считаю, вообще мое мнение, что это вообще, его можно использовать как не только салат, а я считаю, что его как стопроцентное полноценное второе блюдо. Его можно подавать. Он очень сытный. Сегодня у нас 9 сентября. Понятно, что 2022 год. Погода пока у нас стоит замечательная, прохладная. Но такой осень еще, как дожди, хмурость, такого пока еще нету. Ну и, в принципе, скорее всего, впереди нас ждет бабе лето. Должно быть и так. Достаточно, я думаю, нам этим слоем будет картофана. Ну и опять то же самое, наш соус. Видите, абсолютно не хватает. Сейчас буду еще делать. Сейчас начищу еще чеснок, майонез. Если уж делать, как говорится, то делать нужно, как полагается. Такая красотина у нас получается. Вот такой второй слой. Так, и теперь сейчас яйцо. Яйцо мы должны будем с вами отделить желтки от белков. Поэтому вы, наверное, уже догадались, почему это будут у нас с вами снежные сугробы. Здесь уже по названию понятно. Яйца я сделаю все, потому что желтки я имею в виду, а верхним слоем у меня будет белок. Маленько я его, этот рецепт, превращу маленько в свой рецепт. Так скажем. Так, яички мы сейчас делаем через терку по-быстрому. Если, в принципе, кому нравится тертая картошка, то, пожалуйста, я просто говорю уже делаю. У меня не кулинарный канал. Я делаю так, как делаю я. Как нравится в нашей семье. Как мы привыкли, так мы и кушаем. Вот так по-быстренненькому натерли яйцо. Сейчас сразу свет придаст. Шесточек наш. Значит, сейчас я пока следом сделаю соус. Еще добавлю, натру чесночка с майонезом. Все этот слой смажу. Потом нарежу мясца, смажу майонезом. И картошечку тоже самое. И потом будет нам у нас с вами заключительный этап. Так, ну и последним этапом наш будет, это будет украшение белком. Поэтому вы, наверное, и поняли название этого салата снежные сугробы. Еще раз повторюсь. Значит, по рецепту используется соус майонез с чесночком. Первый слой это мясо. Второй слой картошка. И третий слой, значит, желток. И четвертый белок. Вот так по рецепту. Но по рецепту моему, так как на кухне каждая хозяйка, сама себе хозяйка, я сделала все это вот в первый слой мяса. Потому что я подумала, что будет слой очень сухой. Если сделать первое мясо и вот так вот картошку, и все будет очень сухо. Поэтому я сделала в несколько слоев первый слой мясо, потом картошка, потом желток, потом опять мясо и картошка. Пять слоев и шестом, и шестым слоем у меня будет белок. Вот так я сделала. Если у кого есть желание посмотреть на меня, напишите в комментариях, кто, как, по какому рецепту готовили вы. Понравилось ли вашим домочадцам этот салатик? Я буду ждать с большим интересом ваши комментарии. И теперь наши снежные сукурузы. Проба. Проба. Продолжение следует... Продолжение следует... С вами, как всегда, Ольга. Продолжение следует...